Я уже в своем торговом центре. Ну, конечно, у нас там ничего не работает, все закрыто. Но хотя бы я узнала у администрации, чтобы нам прислали письмо, пока бы решила пройтись по магазинам. Здесь хотя бы цукаты возьму на куличи, а тут скоро Пасха. А у меня в пятерке нет куличей этих цукатов. Все, я уже приехала практически домой. Купила в итоге я в этом фреш-маркете только цукаты. Все, маску сняла на улице. Сейчас больше не буду никуда заходить, а то в газельке ехала, конечно, пусто. Хорошо, что всего там 3-4 человека было, но все равно. Я наконец-то рассадила свою рассаду. И так, смотрите, здесь у меня первые три вот эти. Это помидорчики будут маленькие, они у меня останутся дома на балконе расти. Потом это тоже маленькие перчики острые. Наверное, я тоже их оставлю дома. Буду потом перетирать их с солью. И знаете, они очень долго потом хранятся в баночке. Это получается как своего рода аджика. Вот на Кавказе аджика же бывает разная. Некоторые как закрутку делают, а некоторые вот именно как острую-острую такую добавку. Мне такое нравится, я даже иногда покупаю в пятерочке. А здесь базилик. Базилика не стала много рассаживать. Он достаточно большин, крупным вырастает. Ну и когда его срезаешь, он ведь еще растет. Поэтому я думаю, что у меня вот этого будет достаточно. А здесь у меня эти, как они, маргаритки. В первый раз их сажаю. Очень похоже на петунию. Ну, на этом этапе, да. Такие малыши совсем. Посмотрим, как вырастут дальше. Здесь у меня еще пустые будут. Ну, на следующие какие-то цветочки. Потому что я еще посадила рассаду на этот. Ну, пока еще укрыла. Только-только высадила семена. Ну, а здесь крест-салат. Скоро уже можно его будет, как его, срезать. Что-то так долго он растет. Я думала, быстрее будет. Ну, ладно, ничего страшного. Как бы мне не мешает. Ну, и вообще по ситуации. Да, сегодня, конечно, очень большое количество зараженных. 900 человек с лишним. О, это прям невероятно какой-то сильный скачок. У нас в Татарстане сколько? Плюс 16 человек. Я пока не понимаю, в каком городе, правда. Я не знаю, где смотреть по городам статистику. Я только смотрю по республике. Вот у нас уже плюс 16. Итого 41, по-моему, человек в республике больны. Ну, вот с сегодняшнего дня у нас КАМАЗ начал работать. Вроде как они, конечно, молодцы. У них там защитные костюмы. То есть все средства защиты они предоставили для своих работников. Ну, и несколько частников тоже работают. Поэтому сегодня была такая, конечно, неразбериха с нашей работой. Ну, я пришла, реально там все закрыто. Естественно, никто никого никуда не пускает. Ну, поговорила с администрацией. Ладно, буду ждать, в общем, от них тоже, если что, новостей. Ну, получается, прогулялась. Ладно, у меня, благо, работа не так далеко. То есть мне не пришлось там много ездить, много чего-то, пересекать какого-то пространства. Поэтому достаточно быстро туда-обратно сходила. И вот уже дома сижу. Купила я эти цукаты. Круто, будем петь куличи. Ну, а сейчас пойду. Что-то опять захотелось щей. У меня осталось еще немножко капусты, которые я покупала до этого. Ну, и я замариновала бедрышки. Сегодня хочу приготовить бедрышки с рисом и щи. И надо посмотреть. Что-нибудь надо придумать на сладенькое. Что-то я давно ничего не пекла. Я тут выпекаю еще кекс творожный. Решила его сделать необычным. А немножечко с такой изюминкой внутри. Должно получиться красиво. В общем, тут несколько слоев получается тесто. И между ними нам надо какао посыпать. И тогда, получается, на разрезе у нас будет красивенький узорчик. Ну, посмотрим, как получится. Все тесто выложила. Ну, давай, красота. Теперь отправляйся в духовку и выпекайся. Наш супчик готов. Сегодня получились вот такие щи. Всем приятного аппетита. Смотрите, какая у меня здесь красотища. Я же сняла этих мишек своих со станка. И вот смотрите, у меня получается, ну, вот рама, она такая достаточно большая. И раньше я прицепляла прям за вот эти деревяшки к анлу. Что, конечно, не есть хорошо, потому что нюансы есть. Потому что, во-первых, за деревяшку саму все равно не такого хорошего натяжения не будет. Ну, и возможные пятна на ткани. Поэтому лучше, конечно, вот такими вещами обзавестись. Если честно, у меня очень много лет не хватало времени. Все, руки не доходили до этого дела. Поэтому я очень рада, что наконец-то сейчас мне встало это время, когда я это уже сделала, сшила. И появилась у меня ткань достаточно хорошая, плотная. Это, кстати, ткань с обивки нашего кресла. Если кто-то помнит, вот мы с Пашей в прошлом году кресло оббивали абсолютно новое. Ну, сделали из него абсолютно новое. Выкрасили. В зале вот она стоит. Вот осталась такая тканюшка красивая. Вот здесь она мне еще сослужила службу. Красотень. Такая рада я не могу. Наш кекс готов. Он уже охладился. Все до приличного своего состояния. Сейчас давайте попробуем его разрезать и посмотрим, какой же он внутри. Гляньте, получились вот эти мои, как их линии. Прикольно, мне нравится. Вообще, конечно, в целом, смотрите, он получился такой влажный, мягенький. Это у меня здесь творожный кекс. Если он нам понравится, я обязательно сниму отдельное видео на канал, где напишу вам подробный рецептик. Ну что, мне пока вот видится. Мне все нравится. Думала, конечно, украсить здесь еще сверху глазурью, но, наверное, не буду. Наверное, и так поедим. Девочки, рецепту быть. Мы вот с Пашей съели по кусочку, и нам очень понравилось. Потому что, смотрите, какое тесто получилось хорошее. То есть это не получилось. Вот я обычно раньше готовила, когда творожные кексы, они, знаете, получались такими плотными, мучнистыми. Но, если честно, откровенная чушь получалась. Поэтому я никогда не снимала эти отдельные рецепты. Один раз, по-моему, у меня был такой неплохой какой-то, но не вау. То есть отдельно я бы не стала его повторять, готовить. А вот этот рецепт я себе сохраню. И, конечно же, сниму вам видео отдельно как-нибудь и напишу, какие пропорции я использовала для моей формы. Потому что у меня была только основа рецепта, а пропорции уже высчитывала я сама. Ну, прям крутяк. Мне очень-очень понравилось. Прям классный. Смотрите, какой он. Он во рту тает. Реально крутой. Я очень рада, что нашла такой рецепт. Ура! Смотрите, я пришила свою работу. Теперь у меня здесь хорошая натяжка. И она защищена полностью, моя ткань, канва от загрязнений. Потому что, конечно, до этого, что кодами стояло, я говорю, вот пятнышки, конечно, появились. Но ничего страшного, они здесь у меня появились. На тех местах, где будет зашив, я хотя бы этому рада. Ну, и излишки ткани, которые уже были вышиты, я прицепила при помощи вот таких зажимов для волос. Идеально вообще получилось. Крутота! Я так рада. Ну, прям красотень. Теперь прям одно удовольствие. Снова садиться за продолжение этого дизайна. Вот таким был этот юбилейный десятый день карантина. Всем вам большое спасибо за внимание. Спокойной ночи. Увидимся совсем скоро. Пока-пока.